Три метра. Высоту. 20 метров. Представляете, это ворота цикловские ворота. Это было как... ...темпль-гейт для гиантов. Это знаете, как... Циклов. Циклов, точно. И знаете, действительно, эти ворота, плюс еще украшались тонны золота, серебра. Эти ворота были декоративны с тоннами золота и серебра. И эту махину нельзя было просто так открыть. И сама собой от сквознячка она не откроется. Но написано в Талмуде, и в Талмуде в разделе Йома пишется, что 40 лет подряд ворота сами собой распахивались. Во время жертвоприношения. И это было знаком свыше. Что Иисус и есть Христос. Что это англес Божий. И что слова Его, слова Бога. Священники не слушали этого. Ожесточались. Совершалось нечто, что можно назвать анти-Ханука как бы. На Хануку что мы вспоминаем? Что мы вспоминаем? Сверхъестественное горение миноры. Минора горела вместо одного дня. Масло было лишь на один день. Горела восемь дней подряд. И это чудо означало, что Бог с нами. Что Он благословил нас. Что Он благословил и Маковеев, и всех героев. И Бог благословил это жертвоприношение в храме. И этот мир означает, что Бог с нами. Он благословил нас. Он благословил Маккабиев. А так, Маккабиев. Маккабиев. Он благословил нас в этой храме. А сорок лет подряд этих было наоборот. И масла было достаточно и всего, но минора сама собой гасла. Сверхъестественно забухало. Сверхъестественно. Бог показывал все. Погасли свечи. Закончен балл. Балл. Может, в английском есть какая-то другая присказка. Но факт тот, что закончилось время храмового благочестия, храмового служения. Началось время новое. Нового завета. Именно в это время, в эти сорок лет писались апостольские послания. Апостол Павел писал коринфянам в это время. Еще перед разрушением храма. И он написал коринфянам. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Я называю это золотым стихом экклезиологии. Первое коринфянам 3.16. Есть Иоанна 3.16, золотой стих Библии, да? А первое коринфянам 3.16. Это золотой стих экклезиологии. Понимание, что такое церковь. Это третий храм. Это третий храм. Он строится уже два тысячелетия. Некоторые думают, что третий храм это тот, который сейчас евреи построят там, в Иерусалиме. Но, 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 но. Третий храм строят уже два тысячелетия. И он строится из живых камней. На основании апостолов и пророков. Имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Халлелуя. Халлелуя. И на этой строительной площадке, временами казалось, стройка замерла. Временами казалось, что все превратилось в долгострой, и проще снести и по новой строить. Было время великой деформации христианства. Деградации. Но пять столетий назад началась эпоха Великой Реформации. Ре-формация. Есть де-формация, есть ре-формация. Ре-формация. Ре-формация – это восстановление. Это покаяние. Возвращение к истокам. Восстановление изначально Богом данного. Ре-формация – это порча, деградация, отступление. Ре-формация – восстановление. Ре-формация – восстановление. Ре-формация. Кстати, слово «покаяние» в еврейском языке, как звучит? – Метано. Ре-формация. 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 Как армейская команда. Кругом, раз-два. Когда солдаты шли в одном направлении, офицер отвечал, солдаты, покайтесь, метанойя. И они разворачивались и шли в другую, маршировали в другую сторону, противоположную. Разворот и движение в противоположную сторону. Поэтому, когда Бог повелевает всем людям повсюду совершить метанойю и покаяться, Он командует кругом, раз-два. Но в еврейском языке слово покаяние, оно глубже, намного глубже. Оно звучит как тшува. Тшува. Тшува, это... Есть первое значение на русском языке, означает возвращение. Есть первое значение на русском языке, означает возвращение. Кстати, да. Возвращение. Интересно, да. Значит, и... Очень хорошую иллюстрацию Иисус сделал тшувы, именно рассказывая о блудном сыне. Начиная с того момента, когда этот сын, отпадший, отступник, Он, ну, как говорится, дошел ниже плинтуса. Сейчас выражение такое, пробил дно. Есть такое. Вот он пробил дно. Он оказался не просто там лузером или кем, а он оказался вообще хуже всего вообще. Что можно было себе представить? Он завидовал свиньям. Он завидовал хрюшкам этим. Он мечтал напитаться, что они кушают. Представляете? К нему относились хуже, чем к свинье. Вообще, представляете? Вот насколько деградировала личность вообще. Но пробив дно, как бы, оказавшись на дне, началось его покаяние. Вот это тшува. Первое. Тшува включает в себя очень много значений. Около семидесяти значений на русском языке. На английском, ну, примерно сто, наверное, не меньше. На русском. На английском? На английском? На русском. Да, порядка около семидесяти значений. И буквально как Иисус описывал историю этого Сына. Он, написано, пришел в себя. И пришел в себя. Помните, да? А тшува означает, вот, прийти в себя. Тшува означает, вот, прийти в себя. Как? Есть отец у меня, а я вот здесь с крышками. У него рабочие живут по-человечески, а я хуже звеньи здесь, в чужой стране вообще. Кто я? Это не мое. И потом он встал и пошел. И потом отец его принял. Это тоже тшува. И отец дал ему перстень. Дал ему одежду новую. Принять это, это тоже тшува. И он завел его домой. Это тоже тшува. И он заколол много мяса, пир, они на весь мир организовали. Пировать в доме отца, это тоже тшува. И реформация, это тшува. Реформация, это возвращение. Как в истории Израиля, так и в истории церкви. Тогда после перерыва продолжим, да? Давайте пять минут. Аллилуйя.